всем приветик с вами лиза добро пожаловать на мой канал здесь про творчество вдохновение и самовыражение про полноценный процесс создания этого портрета я рассказывала вот в этом видео сейчас вылетит в подсказках и также оставлю ссылочку в описании так что переходите смотрите и наслаждайтесь процессом также хочу вас попросить не забыть поставить лайк на этот ролик подписаться и поставить колокольчик чтобы не пропускать новые видео но мы продолжим первый способ супер простой для этого вам понадобится приложение и ображь этим способом я пользуюсь когда не хочу много времени тратить на создание этого эффекта в самом приложении procreate и так вы открываете иллюстрацию где хотите создать такой эффект нажимаете на вкладку инструменты и там вы выбираете функцию призма или уже можно настроить под себя так скажем диапазон действия такого эффекта следующий способ тоже супер простой и его можно выполнить в программе procreate с помощью функции хроматическая аберрация супер большой процент не ставьте потому что получится вырви глаз обычно такую функцию я применяю всему слою также верху можно выбрать кисточку и действовать точечно чтобы создавать 3d эффект только в определенных местах и сейчас я вам расскажу про третий способ который я пыталась вам объяснить в предыдущем видео но у меня не особо получилось итак вы два раза дублируете фон перед этими дубликатами вы создаете еще два слоя первому слою с фоном я придаю функцию reference я перехожу на пустой слой выше заливаю его оттенком красных и придаю этому слою функцию умножения и далее я объединяю в этот слой с красным оттенком и слой ниже лежащий теперь я перехожу к нижнему слою с фоном этому слою я придаю функцию reference выше лежащий пустой слой я заливаю оттенком синего также придаю ему функцию наложения умножения и объединяю эти два слоя первому слою с фоном и заливкой красного оттенка я придаю функцию наложения экран и теперь получившиеся слои я двигаю относительно друг друга вот эти получившиеся пробелы я растушевываю с помощью пальчиком получившийся оттенок меня не совсем устраивает поэтому я играюсь с функциями наложения слоев также я использую тон насыщенность яркость кривые это все есть в настройках procreate этот способ наиболее трудоемкий но мне кажется что он помогает создать особую атмосферу в иллюстрации например в этом портрете мне кажется что получился такой эффект полароидного снимка по крайней мере похоже на те фотографии которые у меня имеются дома тут я вам сейчас приведу иллюстрации для сравнения эта иллюстрация без каких-либо эффектов 3d этот способ созданный с помощью приложения airbrush вот это второй способ созданные с помощью хроматической аберрации в procreate и третий способ который был создан с помощью дополнительных слоев вот этот третий способ можно использовать в любом приложении для рисования например выбесе фотошопе скетчбуке в каком угодно приложении в котором вы рисуете я очень надеюсь что это видео для вас было полезным и вы выберете тот способ который для вас наиболее удобен обязательно напишите в комментариях когда попробуйте один из этих способов какой вам больше всего понравился каким вам наиболее комфортно работать не забывайте что ваши лайки помогают развитию моего канала а это значит что это для меня дополнительная мотивация чтобы снимать для вас полезные интересные вдохновляющие видео если у вас остались какие-то вопросы то пишите их в комментариях или можете написать мне в сообщество вконтакте я с удовольствием вам помогу и отвечу спасибо что были со мной увидимся в следующих видеороликах пока пока